Министерство по чрезвычайным ситуациям перешло на зимний период несения службы. Личный состав готов к выполнению поставленных задач, заверил министр Азамат Чочев на пресс-конференции в преддверии Дня спасателя. Пожарно-спасательные части как в городе, так и районах укомплектованы всем необходимым. Техника находится в полной боевой готовности. В этом году у нас было более полторы тысячи вызовов на различные происшествия. Из них пожары вместе с возгораниями составляли до 500 единиц. Из этих 50 вызовов более 20, до 25 – это пожары в лишних жилищах, в частных домовладениях. Особое внимание министр уделил кадровой политике ведомства. Азамат Чочев отметил, что на сегодняшний день в двух академиях МЧС России учатся 16 курсантов. 14 человек уже вернулись и продолжили службу в рядах ведомства. Министерство продолжит направлять на обучение курсантов именно под тем специальностям, которые сегодня необходимы структуре. В Академии гражданской защиты это в основном проходит обучение именно по защите населения от техногенных и других человеческих ситуаций. Что касается АГПС, в АГПС это академия, где обучают повышению именно работы у линии государственной противопожарной службы. То есть это будущие начальники караулов, инспектора, заместители частей, начальники частей. В прошлом году было подписано межправительственное соглашение между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о создании государственного резерва на случай ЧАЭС. Составлена проектно-сметная документация. Первый этап включает в себя строительство складских помещений. Конечно же, любой резерв, это подразумевается здание, в первую очередь территория здания, где должны находиться складские помещения для хранения пищи, продуктов, питания, медикаментов, техники свои, естественно, там должна быть своя техника. Там должны быть свои герметичные комнаты, цеха, где будут располагаться и продукты питания. Повышение квалификации сотрудников – приоритетная задача ведомства. Спасатели в ежедневном режиме повышают свой профессионализм. Они готовы прийти и оказать необходимую помощь попавшим в чрезвычайную ситуацию людям. Кинологи, сапёры, горные спасатели, водолазы прошли обучение в лучших учебных центрах Российской Федерации. Курно-спасатели, сапёры, в Существе, кинологи, шамбойный, охраны, и Россия в Москве, в Кавказе, в Моносеве, в Моносеве, в Северную Сидей, в Водолазе, Россия в Сухар, Цепетовичок, Бойкарский спасательный центр, 2-хот чудесные, 2-хотер, сахи, джебях, родосты, 6-5-й разжатар, росты водолазы. Министр по чрезвычайным ситуациям отметил, что подготовке спасателей и впредь будет уделено максимум внимания. В планах направлять специалистов ведомства в учебные базы. В завершении встречи министр поздравил спасателей с профессиональным праздником, пожелав успехов в службе.